МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Испании, которую он не указал в своей декларации в разделе «Недвижимость», писав только фирму, на которую эта вилла оформлена. Такой шаг сложно назвать прозрачностью, ведь наличие фирмы в декларации не даст представления обычному гражданину о том, что президент имеет свою собственную резиденцию на Средиземном море. История вызвала резонанс, ведь, по сути, президент своими действиями дал пример другим политикам и чиновникам. Если глава государства может скрывать свое имущество за фирмами, почему другим нельзя? Солнечная Испания. Страна, которую очень полюбили не только туристы, но и украинские чиновники. Восточная часть Испании – каталонское побережье Коста-Браво. Недалеко от города Жирона раскинулся городок Сагоро. У пляжа полузакрытая территория. Попасть сюда на машине можно только по пропуску или приглашению владельца одного из особняков. Здесь, за высоким забором, находится вилла семьи заместителя министра энергетики и угольной промышленности Игоря Диденко. Он, как и другие высокопоставленные лица, подал электронную декларацию до 1 ноября. В ней зарубежная недвижимость не указана. Вилла у пляжа Даро оценивается в более чем полтора миллиона евро. Она записана на юридическое лицо Евробилдингс Инвестментс, который руководит его жена Ольга. В официальных документах она и директор, и администратор. На этих фотографиях Ольга несколько лет назад во время отдыха с детьми у бассейна этого испанского дома. Охрана в городке подтверждает владельцы дома – семья Игоря Диденко. Почему сведений об этой элитной недвижимости нет в декларации? Первый заместитель министра энергетики Игорь Диденко категорически отказался говорить на эту тему на камеру. Я не буду фотографироваться. Но пригласил на разговор, не под запись. Значит, тогда до свидания. Игорь Николаевич, когда вы в последний раз посещали виллу в Испании? Часто ли вы ею пользуетесь? Я вам предложил встретиться. Хотите, приходите, поговорим. В чем мы встретились с Игорем Диденко в его кабинете? Во время общения он заявил, что зарегистрирован в испанском доме. Одновременно с этим убежден, что заполнил декларацию в соответствии с законом. Игорь Диденко отметил, что информацию, полученную во время встречи, можно использовать способом, не запрещенным законодательством. Вот несколько его тезисов, которые мы запомнили. Среди них и намек на увольнение в ближайшее время. Декларация заполнена в соответствии с действующим законодательством. Если есть замечания к качеству заполнения моей электронной декларации, вы имеете право обратиться в соответствующие органы. В ближайшее время появится моя вторая декларация. Она подается после увольнения. Вскоре вы сможете подвергнуть сомнению корректность двух деклараций. Неужели украинские чиновники, не указывая в декларациях имущества, которым обладают связанные с ними фирмы, берут пример с президента Украины, который указал в электронной декларации не свою испанскую виллу, а лишь фирму, которая им владеет. Хотя, как утверждают авторы закона о предотвращении коррупции, он должен был указать и виллу. Эти изменения вносились по требованию Международного валютного фонда. Это отражение в декларации того имущества контролером или бенефицаром, которого является субъект декларирования. Это означает, что это имущество, оно формально записано на какое-то физическое или юридическое лицо, которое является формальным или номинальным владельцем. Но контролером, реальным лицом, которое может распоряжаться этим имуществом, является субъект декларирования или члены его семьи. И впервые в электронных декларациях появилось требование указывать такие объекты. Вот цитата из Закона Украины о предотвращении коррупции. Часть 3, статья 46. В декларации указывается также сведение об объектах декларирования, являющихся объектами права собственности третьего лица. Если субъект декларирования или член его семьи получает или имеет право на получение дохода от такого объекта или может прямо или косвенно через других физических или юридических лиц совершать в отношении такого объекта действия, тождественные по смыслу осуществлению права распоряжения им. Сведения, предусмотренные данной частью, не значатся в декларации, если соответствующие объекты принадлежат на праве собственности юридическому лицу. Их главным назначением является использование в хозяйственной деятельности такого юридического лица, промышленное оборудование, специальная техника и тому подобное. То есть исключение касается только тех случаев, когда имущество используется в хозяйственной деятельности. А президентскую виллу вряд ли можно назвать промышленным оборудованием испанской фирмы Firovita. В Национальном агентстве по предупреждению коррупции, когда схемам комментировали подобные случаи без привязки к личности Порошенко, подтверждали этот тезис. Он обязан указать все имущество, принадлежащее ему. Но уже после выхода сюжета в Национальном агентстве по предотвращению коррупции резко изменили свою трактовку закона. Согласно закону Украины о предотвращении коррупции, если собственность принадлежит юридическому лицу, конечным бенефициарным владельцем которой является субъект декларации, эта собственность не должна быть объектом декларирования. Поэтому в то время, когда Петр Порошенко и члены его семьи не используют эту собственность для получения прибыли, и юридическое лицо, являющееся владельцем этой недвижимости, распоряжается ею по своему усмотрению, эта собственность не является объектом для Е-декларации в соответствии с законом. Глава департамента Руслан Родецкий. Также, несмотря на то, что в НАЗК говорили, что готовы осуществлять проверку информации, обнародованной в СМИ, теперь они говорят, что проверят незадекларированную виллу президента тогда, когда решат сами. Такой ответ получил на депутатский запрос Сергей Лещенко. Порядок проведения, предусмотренный статьей 48 законов видов контроля, а также полной проверки деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, определяет Национальное агентство. Учитывая изложенная, указанная в вашем запросе информация о Порошенко ПА, будет учтена при проведении Национальным агентством полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления. Председатель НАЗК Наталья Корчак. Наблюдатели за антикоррупционными реформами предостерегают, такая кардинальная смена трактовки законов на ЗК создает опасность для всей реформы. Одним ответом они создадут прецедент, с помощью которого можно скрыть вообще все имущество, то есть фактически записать его на юридические лица и все. И больше никто ничего никогда не увидит и теряет всякий смысл контроль за состоянием чиновников. Очевидно, президентский пример уже создал прецедент. Пока ни у одного органа в Украине нет возможности заставить президента исправить декларацию, такая своеобразная система декларирования дает зеленый свет другим декларантам. И не только заместителю министра Игорю Диденко с его испанской виллой, но и, например, Виталию Хомутыннику, председателю депутатской группы партия Ведроджиня, который не задекларировал самолет. Этот самолет с бортовым номером VP-CVH схемы снимали летом и осенью 2016 года. Но он был зарегистрирован еще летом 2015, году декларирования. Поэтому его должны были увидеть украинцы в электронной декларации народного депутата. Однако в электронной декларации Виталия Хомутынника указана только офшорная фирма, которая владеет самолетом. И сам депутат считает, что задекларировал все верно. Это не я приобрел, это фирма приобрела. Схемы обратились в Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции с просьбой предоставить разъяснение на примере президента. Должны ли декларанты указывать все имущество, которым владеют, или достаточно лишь указывать юридические лица, на которых это имущество зарегистрировано. Через неделю председатель комитета выразил свою позицию. Юристы комитета пришли к выводу, что это имущество должно быть в декларации каждого чиновника, если она у него есть. В закон мы внесли норму, которая говорит, если у тебя есть имущество, неважно, на кого оно записано, если оно твое, если это яхта или дом или люксовая машина, которыми ты пользуешься и распоряжаешься, оно должно быть в твоей декларации. Это касается всех, поэтому важно наказать президента за нарушения, чтобы другим не было повадно брать плохой пример. Впрочем, в письменном ответе антикоррупционного комитета отмечено, что в соответствии с Конституцией президент пользуется правом неприкосновенности, а поэтому расследование его преступлений пока невозможно. Предприятие «Белогирия Молокопродукт» в Мельницкой области, за которым стоят бывшие депутаты от партии регионов. Несколько месяцев не платит христианам за молоко, которое собирает на переработку. Совокупный долг превысил 74 миллиона гривен. Когда большие и малые производители молока вышли на протест и заблокировали работу предприятия, их разогнал спецназ областной полиции. Не обошлось без крови и переломов. Поэтому мы отправляемся в Хмельницкий, чтобы выяснить все обстоятельства. Многие сельские жители Хмельницкой области живут за счет того, что держат коров и сдают молоко на переработку. Десятки тысяч крестьянских хозяйств области сдавали все свое молоко на предприятие «Белогирия Молокопродукт». Но с лета начались задержки с оплатой. За три месяца крестьяне не получили ни копейки. Наталья, жительница села Большая Медведевка Полонского района Хмельницкой области, имеет четырех детей. Из-за того, что молокозавод не платил за молоко несколько месяцев, семья брала кредит в банке, чтобы иметь возможность пережить зиму. Я должна была идти в банк и брать кредит, чтобы купить дрова на зиму, чтобы мои дети не замерзли. Светлана, жительница Полонского района, тоже сдавала молоко на предприятие в Белогорье. Хотела заводить вторую корову, но деньги перестали платить. Нам задолжали за два месяца, но мы стали ездить бастовать в Белогорье. Мы пикетировали предприятие, а затем спецназовцы избили наших ребят, наших мужей. Три с половиной месяца местный молокозавод не платил ни большим, ни малым поставщикам сырья и никак не объяснял, что происходит. На животноводческих комплексах и в аграрных кооперативах, которые поставляли молоко на завод в Белогорье, задерживали зарплату, пока аграрии не вышли на массовый протест. Улица Героев Майдана, в поселке Белогорье. Здесь, перед проходной Белогире молокопродукта, крестьяне устроили свой маленький Майдан, требуя вернуть им многомиллионный долг за молоко. 29 сентября утром рота полиции специального назначения задержала и избила 10 протестующих, которые оставались на ночь. Для части крестьян участие в протесте закончилось травмами головы, компрессионным переломом позвоночника, переломами конечностей. Рассказывает адвокат одного из пострадавших Андрей Швец. Работники роты спецназначения неправомерно, по моему мнению, применили физическую силу. Также этот процесс сопровождался нанесением телесных повреждений. В частности, одному из пострадавших после нанесения ударом обутой ногой в область ноги, пострадавшего вывезли с переломом. Пострадавший Игорь Овсянников присоединился к протесту, поскольку работает в кооперативе, который поставляет молоко в Белогорье. Утром 29 сентября он проснулся от удара. Забегает милиция с оружием и всем остальным. Начали нас избивать, крутить, в наручниках вывели на улицу. Меня избили так, что сломали ногу. Кто отдал приказ бить людей, требовавших вернуть им долг за молоко? И почему в конце концов полиция не инициировала уголовного производства по факту присвоения предприятиям многомиллионной суммы средств? Руководитель Белогорской районной полиции Сергей Корженевский не дает на это конкретного ответа. У нас открыто уголовное производство. Только по статье 206 Уголовного кодекса блокирования работы предприятия. В Украине уже не бьют протестующих. Я согласен. У нас также никто никого не бьет. Николай Дячук. Депутат Хмельницкого областного совета по просьбе схем стал помогать в поиске свидетелей. Один из спецназовцев, бывший боец расформированного подразделения «Беркут», признался не в камеру, что был свидетелем того, как руководитель Хмельницкого областного управления нацполиции Николай Семенишин и его заместитель Василий Остапчук поручили разогнать протест в Белогорье. Спецназовцы объяснили, что было распоряжение начальника областной полиции Николая Семенишина. Развод проводил Василий Васильевич Остапчук. На разводе объяснили, чтобы почувствовали эти митингующие. Ощущения до сих пор остались, потому что переломы ног, стресс и так далее. Комментировать свои действия Семенишин и Остапчук отказываются. Николай Дячук также опросил ветеранов АТО в Хмельницком. Оказалось, что с ними связывались неизвестные и просили присоединиться к охране молокозавода и к противодействию митингующим. После силового разгона крестьян начались переговоры между сторонами, которые модерировала областная власть. В конце концов, предварительно договорились, что Белогирья Молокопродукт возвращать долг будет маленькими частями, но за полтора года. Ежемесячно погашение долга будет составлять 250 тысяч гривен. То есть два года нужно ждать людям в селе, когда с ними проведут расчеты. Поставщики молока занимают деньги, у кого только возможно, чтобы свести концы с концами и не вырезать скот. В общении с руководством мы получали заверение о том, что расчеты будут проведены. Только пойдет, и мы рассчитаемся. Терпение у людей лопнуло. Уже нужны средства на посевную закупку кормов. Кто позволяет себе вести бизнес, не расплачиваясь собственными поставщиками? Белогирья Молокопродукт вместе с компаниями Агропродэкспорт, Техмолпром, Лозевский молочный завод и Гадяч Сыр входят в группу компаний «Альмира», которую, по данным изданий «Форбс Украина» и «Латифундист», контролирует бывший депутат от партии регионов, а ныне успешный бизнесмен Руслан Бадаев. На момент избрания депутатом он возглавлял наблюдательный совет крупнейшего из предприятий этой группы ООО «Гадяч Сыр». Согласно данным Единого реестра юридических лиц, конечным бенефициарным владельцем компаний, входящих в группу «Альмира», является Олег Балюк, бывший депутат Киевского областного совета и однопартиец Руслана Бадаева. У Балюка и Бадаева более десятка компаний, недвижимость и дорогие автомобили. Но платить крестьянам за молоко катастрофически не хватает денег. Возможно, у предприятий этой группы проблема с рынком избыта из-за фактической войны с Россией. Оказалось, что объединение «Гадяч Сыр», которое является основным экспортером продукции в группе компаний Балюка Бадаева, Еврокомиссия включила в десятку украинских предприятий молочной отрасли, которые получили право продавать свою продукцию в Евросоюз с начала 2016 года. В то же время этот молочный бизнес имеет свое представительство в России. Общество с ограниченной ответственностью «Викейт Плюс». Его учредители – украинские компании из орбиты Балюка Бадаева, «Альмира» и «Элит Актив». А еще в 2015 году «Гадяч Сыр» и родственные компании активно торговали в России сыром. Услышать позицию менеджеров и владельцев этого бизнеса оказалось непросто. Нет, 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 такие комментарии я не даю. Возможно, владельцы предприятия… Я не знаю, кто предоставил вам мой номер телефона. Это законно обоснованная причина отказа журналисту. Я нахожусь за 700 километров от белогиря молокопродукту. Хорошо, давайте мы приедем к вам. Добрый день. Господин Руслан, вас беспокоит журналист радио «Свобода» Евгений Солонина. Есть минутка. Юрий Потопчук, заместитель председателя первого национального производственного кооператива, который собирает молоко у крестьян и продает переработчикам, сообщил, что белогирья молокопродукт и другие предприятия Балюка и Бадаева присваивают деньги крестьян по определенной схеме. Начиная с зимы заманивают людей на завод, платя большие деньги, а когда наступает лето, влезают в долги, прекращают платить. Когда есть экспорт, они дают большую цену, людей заманивают, а потом бросают. Но как Олег Балюк и Руслан Бадаев избегают ответственности за то, что привлекают молоко и деньги крестьян, как бесплатный кредит? Источники программы схемы в Хмельницкой облгосадминистрации сообщают, что представители бизнеса прибегли к давлению на власть, чтобы она не вмешивалась в конфликт. Якобы угрожали возбуждением дела за превышение полномочий, если власть будет пытаться помочь крестьянам. Следовательно, предприятия Балюка и Бадаева не платят украинским крестьянам за молоко, продают сыр в Евросоюз, имеют представительство в России, а также в 2015 году продавали там сыр, несмотря на российско-украинский вооруженный конфликт. Но при этом пытаются привлечь украинских воинов, ветеранов этого конфликта, для защиты своего бизнеса от обманутых крестьян. Программа схемы увидела, как в Белогорье идут молоковозы из других областей. В Хмельницкой области желающих отдавать молоко бесплатно почти не осталось. Кооперативы собирают и везут его на другие предприятия. В то же время владельцев бизнеса, которые пользуются миллионными средствами крестьян, не привлекли к ответственности. В этом году в Украине наконец-то заработало электронное декларирование имущества украинских слуг народа – чиновников, судей, прокуроров. Согласно закону о предотвращении коррупции, все они должны были отчитаться о своих доходах до 1 ноября. Но среди украинских чиновников оказались те, кто до сих пор этого не сделал. Например, Константин Брыль – председатель Запорожской областной государственной администрации. Он единственный из всех руководителей областей, кто не обнародовал свои электронные декларации. Поэтому мы решили выяснить, что и почему, скрывая чиновник. Моя фамилия Брыль Констериванович. Я родился в 1970 году в городе Донецке. Прошу этого слова не бояться. Константин Брыль почти всю жизнь посвятил служению государству. Начал с военной карьеры. В 1985 году он курсант Киевского Суворовского военного училища. Потом военная служба в вооруженных силах. С 1993 по 2002 год – служба в органах внутренних дел Украины. Далее служба в государственной налоговой администрации и таможенной службе Украины. С 2010 года – служба в органах службы безопасности Украины. С 2011 по 2014 год – советник председателя Киевской облгосадминистрации. Заместитель начальника управления по вопросам внутренней политики. В 2014 году возвращается в СБУ. В 2015 году становится первым заместителем председателя Запорожской облгосадминистрации. С 22 апреля 2016 года – председатель Запорожской облгосадминистрации. Я хотел бы поздравить Константина Ивановича с новой работой. С новой работой. Почему Константин Брыль не обнародовал свою электронную декларацию и что он может скрывать? Запорожские журналисты, которые исследовали имущественное состояние госслужащего, уже показывали роскошный стиль жизни его семьи. Мы нашли то, что Константин Иванович Брыль, несмотря на то, что он всю жизнь работал в правоохранительных органах. У него есть огромный дом в Пущевой Дице, его жене принадлежат несколько эллингов на южном берегу Крыма. Также его жена является основателем фирмы, одной из основательниц, которой принадлежит 49 тысяч гектаров худничьих угодий, взятых в аренду на 39 лет. Согласно информационной справке из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, Константин Брыль является владельцем более 40 соток земли и двух домов на 625 и 282 квадратных метра в элитном поселке Пущеводица в Киеве. Так эти поместья выглядят с высоты птичьего полета. Три из четырех гектаров Константину Брылю подарил его отец Иван, который также почти всю жизнь проработал на госслужбе. Еще один гектар выделил мэр Киева Леонид Черновецкий. У Константина Брыля пятеро детей, два сына и три дочери. На своих страницах в сети Facebook сыновья указали, что живут и учатся в Германии. О роскошной жизни детей Константина Брыля можно также судить по инстаграмм дочери Кристину. Вот она отдыхает на яхте на Лазурном берегу Франции. Вот она возле казино Монте-Карло в Монако, Майами, Мальдивы, Лондон. Жена Константина Брыля, Майя, владеет квартирой площадью 222 квадратных метра и гаража в центре Киева. Однокомнатные квартиры под Киевом, а также охотничьим домом в урочище Деброво в Киевской области. И несмотря на позицию главы государства, озвученную публично, про необходимость пояснить происхождение имущества, указанного в декларации госслужащими, подвести черту того, что они делали 25 лет, и объяснить, где ты, голубчик сизый, взял эти деньги. Константин Брыль ничего объяснять в ближайшее время не собирается, потому что его электронной декларации просто нет. Возможно, председатель Запорожской областной государственной администрации так и планировал подать электронную декларацию. В июле 2016 года жена Майя подала иск в суд на развод. Не для того лишь, чтобы к разводу успеть переоформить все ценные имущества. Развод может использоваться как одна из схем избежания подачи определенной информации в декларации, для того, чтобы не декларировать имущество, которое принадлежит членам семьи. Но в конце концов Брыли так и не расстались, а электронную декларацию председатель Запорожской облгосадминистрации не подал. Более того, он заявил, что не обнародовать декларацию ему приказала Служба безопасности Украины. Неправильный вопрос. Мне не хотите, а не имею права нарушить приказ. Я действующий офицер Службы безопасности. Для всех офицеров, без исключения для Брыля, для Иванова, для Петрова, является особый порядок подачи в НАЗК наших деклараций. Я ее подал. И раскрывать эту декларацию, которая содержит гораздо больше информации, чем обычная декларация, которую я подавал, и она была общедоступной, я не имею права нарушать приказ. Если будет воля руководства Службы безопасности или государства, то я это сделаю. А действовать на руку псевдообщественности не собираюсь. Впрочем, представители Международной антикоррупционной организации Transparency International в Украине считают, что публичные деятели уровня главы области не могут находиться на оперативной службе. И, соответственно, их декларации должны быть в реестре электронного декларирования. Информацию о непредставлении или неналичии декларации Константина Брыля в реестре электронных деклараций на сайте НАЗК подадим и мы, как Transparency International. Потому что мы считаем, если эта ситуация не будет исправлена, то возможность скрыться номинально, имея статус или заявляя, что есть статус оперативного работника определенной правоохранительной системы, это очень интересная схема уклонения от электронного декларирования. В СБУ отказались отвечать на вопрос, действительно ли председателю Запорожской облгосадминистрации была предоставлена такая индульгенция, не предоставляя декларацию. Мы направили также соответствующий информационный запрос в СБУ, но ответа пока не получили. На сегодня это все. С вами была программа «Схемы», совместный проект «Радио Свобода» и телеканала «ЮАПерши». Встретимся ровно через неделю. Удачи!